У кого из вас бывало так, что вы купили недвижимость или продавали недвижимость, потом понял, что, оказывается, допустили несколько ошибок? У кого из вас хоть разу было? Любая ошибка в недвижимости обойдется вам десятка тысяч долларов ошибок. Не дешево обойдется вам. А если вы неправильно еще ипотеками связались и так далее, вообще проблем намного больше. Намного больше. Я буду показывать очень много разных моделей, которые действительно принесут очень много денег. Много денег. Ну, пошагово надо их практиковать. За один день это все усваивать. Может быть, не получится у вас. Может быть, у кого-то из вас вы поедете к себе домой, что-то сразу получится практиковать. А для кого-то из вас придется какие-то инфраструктуры создавать. Время нужно будет и так далее. Это нормально. Это естественно. Это нормально. Потому что потом это еще зависит от вашей способности. Ваши способности тоже большой роль играет. Например, одни люди очень умеют наладить отношения, коммуникацию создать намного быстрее по сравнению с другими людьми. Одни люди могут создать больше уровень доверия по сравнению с другими людьми. То есть, все взаимосвязано. Поэтому что-то у вас быстро получится, что-то не очень быстро получится. Но главное, одну важную вещь надо понимать. Даже если у вас что-то быстро не получится, это не означает, что у вас никогда не получится. Это означает, что надо, вы должны, вот эту цель держат в голове, потихонечку планировать, последовательно дойти до этой цели. Просто вы должны дойти до этой цели. Это очень-очень важный момент. Главное, чтобы понять, как это адаптировать у себя, чем вы сейчас занимаетесь. Главное, понять, как это все вы могли бы практиковать. Почему я обучаю о недвижимости и так далее? Потому что я считаю, что объекты недвижимости, они действительно, если внимательно посмотрим, это один из направлений, которые высокие социальные потребности. Согласны? Вы никого не видите как человека, который не хочет приобрести недвижимость. Вы хоть раз увидели человека, который говорит, я вообще не хочу. Я не видел ни разу. Хотя, хотя, вот знаете как, может быть через 50-60 лет люди придут к этому. Через 100 лет, через 50-100 лет, например, им будет выгодно арендовать, чем купить. Кто понял? Вот через 50-100 лет, может быть, к этому придут. Но в нашем менталитете очень тяжело. Потому что в нашем менталитете люди больше ориентированы на того, чтобы иметь свою собственность. Согласны? На самом деле, даже если почитать, как некоторые люди всю жизнь работали, чтобы один дом построить. Или одну квартиру купить. И потому, я не могу понять, но все то, что накопил, он себе просто купил дом. Или там, не знаю, один квартира и так далее. За всю свою жизнь один раз или два раза он может поменять это все и так далее. Поэтому недвижимость является одной самой лучшей социальной, можно сказать, потребности. Для него высокая потребность. Но главное, чтобы эта потребность удовлетворить, обеспечить и так далее. Чтобы это было для народа доступно, выгодно и так далее. Дальше. Экономическая потребность. То есть, получается, что это показатель вашего состояния. Если вы спросите любого человека, сразу говорят, а что у него есть. А что у него есть? Что подразумевается? Недвижимость. В первую очередь активия. А активия – это недвижимость. Любого человека, он состателен. Хорошо, а что у него есть? А если у него говорят, что у него такой бизнес, такой бизнес, кто-то понимает, кто-то не понимает. достаточно ему говорить у него есть вот пара гостиницы или пара объекта сразу понимает потому что почему-то почему-то недвижимость убеждать любого человека мульча банк придете залог что берет у вас кроме недвижимость что-нибудь берет почти нет почти почти под сомнение ставить все что вы ставите ему основном берет недвижимость а почему потому что это сами siinä для людей это самая сена для людей 5 вы ему предлагать и чего угодно он горит да нет это нет это нет это вот недвижимость подойдет банки дает людям деньги а залоги людьми нے движимости а почему потому что это актив банк что вы никуда не денетесь если он залог положил ваш недвижимость вы никуда не денетесь и он еще оценивать его таким образом чтобы проценты который дает с штрафами этими погасили это тут одно движимость который залог берет если у него на по низке цена даже продаст по низке цена даже если продаст она покрывает и сумму и проценты и штрафы и все банк никогда не проиграет он четко понимает это как это делать он никогда не проиграет я ни разу не видел что банк проиграл он всегда верит ельки-польки всегда видеть потому что он просто давным-давно это уже собак усиленно это он много раз это дело он это хорошо уже понимает хорошо знает вот и к тому же это благие дела поэтому и к тому же это еще источник дохода займитесь благотворительностью в нем есть много полезности почему я читаю что заниматься недвижимости благие дела и к тому же он еще пассивно в доход могут создать капитализация могут создать и у него есть основные характеристики это полезность самокупность юридских прав то есть у вас появляется право что угодно делать когда у вас есть недвижимость так далее до характер статуса человека это показатель уровень вашей состоятельности и так далее и это очень выгодно вот если так посмотрим на что надо внимание это стоимость цена самокупность юридских прав показатели спроса и предложения средства производства средства и производства и так далее то есть от чего состоит это недвижимость и так далее что чего его строить и сделать и тогда это его основные характеристики которые есть поэтому в недвижимость заниматься выгодно вы просто основные вещи для себя можете основные идеи отметить которые для вас нужны и понятны и так далее поэтому когда людям рекомендую займитесь недвижимость большинство из них правда говорят первое слово которое слышу о денег нужно чтобы купить недвижимость первое слово которое люди говорят это деньги нужны то 5 10 и тогда я вам скажу один большой скрип я заработал свой первый миллион в недвижимости и каждый год с помощью аллаха каждый год я до сих пор зарабатываю от миллион до трех миллион долларов только недвижимость всегда и стабильно ход кризис ход ровно ход неровно я вам покажу как я это все делаю и вы можете просто потихонечку потихонечку и практиковать что-то из них быстро вы можете делать что-то медленно можете делать но главное что вы начали эти вещи постепенно потом практиковать вот давайте посмотрим инструменты для инвестиций вообще недвижимость ориентируется большинство людей его как как инвестиция согласны большинство людей когда слышат слово недвижимость они его воспринимает как инструмент для инвестиций ну давайте посмотрим какие инструменты с вообще для инвестирования так далее авторское право можно инвестировать это одно из инструменте который можно инвестировать в себе и так далее образованием да это один из очень хороший инструмент для брать для инвестирования классные недвижимость тоже один из инструмент для обра этот инвестирование другое это дети вы инвестируете в детей это вообще классный банк они постоянно дают доход еще конечно как вы их воспитали на самом деле дети это классный инструмент для инвестиций это надо честно признаваться это так и есть но главное как еще воспитывайте конечно что завтра он не разбогательный сказала и байбай я ушел там америка извини что вы такого не было да вот дальше бизнес бизнес это инструмент для инвестиций а то есть получается искусство это там картине всякие там это бывает же так и покое как называется это коллекционеры которые собирают всякий выдать тогда это тоже инвестиция люди инвестируют профессии это тоже инвестиции золото инвестиция акции инвестиции появились они фонды это инвестиция все эти инструменты являются инвестиционные инструменты которые в любой человек могут выбрать потихонечку инвестировать в зависимости от того на что ты понимаешь на что ты профессионал что тебе ближе что ты осознаешь и так далее не Несколько лет назад, когда-то это несколько, 15-20 лет назад, я начал эти вещи изучать, что мне ближе, что я могу понимать, на что мне надо побольше вложить. Вы во всем делать не надо. Вы не можете быть во всем этом профессионалом, во всем этим суперэкспертом невозможно стать. Но надо в одном направлении стать сильным, в одном направлении. Вы зарабатываете там, где вы профессионал, а в то направлении, где вы не профессионал, вы не можете зарабатывать. Согласны? Вы там теряете Вы там платите за учебу Согласны? Ты теряешь, поймешь, как не надо было делать Потом теряешь, поймешь, как не надо было делать Вот так, ну, одним словом, ты учишься Учишься, но очень дорогая учеба Слишком дорогая учеба Почему? Потому что Эта ошибка ты потом повторить не можешь Специально Успех повторить можешь Вот ты чему-то научился один раз ты можешь это повторить и так далее, развиваться. А вот негативный опыт, ты же не будешь его специально повторить. Поэтому это очень слишком дорогой опыт, дорогой учеба и так далее. Если теперь давайте посмотрим из этого столько-то видов инструментов, недвижимость, какое место займет и что. Почему эти вещи я показываю людям, с какой целью это показываю? Целью, чтобы человек осознавал, что более выгодное, что менее выгодное. Они же все одинаково выгоднее не бывают, согласны? Они все одинаково выгоднее не бывают. Давайте посмотрим, какой из этих инструментов дает нам доход. Какой из этих инструментов могут нам постоянный доход давать и так далее. Авторские права постоянный доход могут не давать вам. Вы его продаваете одноразово и так далее. Дальше, образование дает постоянный доход. Такое, недвижимость дает постоянный доход. Дети могут давать постоянный доход. Бизнес могут давать постоянный доход. искусство она не могут давать постоянно доход она если подорожает со временем вы имеете его продавать профессия могут давать постоянно доход вот золото постоянно доход не дает в его купили стоит у вас там банковские ячейки потом когда подорожает в его можете продавать и так далее то есть получается акции порой постоянно доход не дает вот по если по цена поднимается вы на него продадите зарабатывать появились они фонды это тоже так и появились они по он и мы знаем что они бывают облигации бывают акции в общем разного вида да вот они тоже не дадут постоянные доходы так далее то есть уже мы начинаем на по несколько критерий оценивать по несколько критерий когда мы начнем оценивать у нас появляется понимание что лучше что менее выгодно что более выгодно чтобы мы с вами свой энерго свой финансовый фокусировались на на ту направление которые более прибыльные более выгодно для нас с вами давайте посмотрим одновременно прибыл недвижимость могут давать вам прибыль одновременно за счет прироста то есть цена подорожает согласны то есть вы купили на 100 тысяч долларов подорожало 130 тысяч став 140 тысяч то или 150 тысяч стол согласны то есть сына за за счет прироста бывает это один вид дохода другой вы доходу на за счет улучшения актива вы можете приобрести и его улучшить то есть вы приделать можете его ремонтировать можете можете там не знаю просто дизайн приделать можете или там можете вы какие-то документы целевой назначение приделать можете я знаю пары на которые в недвижимости приобрел 7 миллион тенге на 7 миллион тенге он покупал участок он делал определенная работа с ним и продавал миллион двести чем-то тысяч долларов он у меня ученик он у меня ученик у меня индивидуально учиться индивидуальной группы нур-сульта не живет у меня таких учеников очень много и по ним представьте нам 7 миллион тенге бро я спросил у него я догадал я ему сказал наверно хозяин это актив он вообще счастлив был когда те его купил он сказал я был очень счастлив почему очень счастлив он говорит он был очень счастлив потому что он не знал с ним что делать это было для него головной боль почти 10 лет не мог продать я у него купил за 7 миллион тенге а 7 миллион тенге это сколько это это где-то 20 долларов миллион весь он что-то делал сейчас скажу и дорогая все среди мы с без сейчас дойдем мы дойдем я вам многие вещи покажу инструменте и и и Субтитры создавал DimaTorzok